На заседании правительства области подводились итоги проделанной в 2015 году работы по достижению целевых показателей социально-экономического развития, содержащихся в указах президента и выполнению задач, поставленных губернатором Подмосковья. Государственные целевые программы, их у нас 16, основаны на выполнении, прежде всего, указов президента. В указах президента 46 показателей, плюс один, 47-й, это система 112. Весь календарный год именно это являлось нашей главной задачей, потому что в указах президента на конец 2015 года стоят контрольные даты. Кроме этого, активная работа глав муниципалитетов на территории, наша работа на территории позволила нам получить целый перечень приоритетных наказов, которые я озвучиваю в своем обращении ежегодно. Губернатор акцентировал внимание на необходимости дальнейшего наращивания экономического потенциала региона, в том числе за счет эффективной реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата и создания рабочих мест. В целом, при очень непростой ситуации в экономике, сложности и закрытии финансовых рынков, наши экономические показатели выполнены. Доходы бюджета составляют практически 110%, 9 с небольшим процентом, рост в абсолютных цифрах. Вместе с тем, тревожные тенденции в экономике заставляют нас работать с инвесторами, с бизнесом, привлекать на территорию Московской области все, кто создает рабочие места. Со слов губернатора, одним из важных достижений в социальной сфере стало решение проблемы по обеспечению детей в возрасте от 3 лет до 7 местами в дошкольных образовательных учреждениях. Глава региона отдельно выделил успехи в реализации плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Еще одно важное достижение, которое до сих пор нам не поддавалось, это смертность на дорогах. Московская область, известно, обладает широкой сетью автомобильных дорог, это скорость. В городах, как известно, скорость ниже, а выезжая из города скорость выше, а скорость чаще всего является причиной дорожно-транспортных происшествий и летального исхода. Напомню, что мы начинали с показателя 23.6 на 100 тысяч жителей погибших. Это запредельно высокий показатель. В рамках заседания были заслушаны итоговые доклады вице-губернаторов и заместителей председателя правительства Московской области о проделанной работе в 2015 году. Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов сообщил, что по уровню стабильности экономики и финансов Московская область находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. В апреле 230 тысяч почти бюджетников получили зарплаты в соответствии с дорожными картами. Мы на это дополнительно направили почти 4 миллиарда рублей. Мы впервые внедрили в систему 112. Такого масштаба система, как Московская область, она не внедрена ни в одном регионе. Поэтому здесь, конечно, это был большой труд. И очень важно в рамках указа президента, у нас был срок по развертыванию системы МФЦ. Мы в этом году завершили эту работу по созданию МФЦ. Показатель целевой по указу президента нужно было обеспечить 90% нахват населения. Мы этот показатель перевыполнили. Ильдар Габдрахманов отдельно остановился на результатах работы по оптимизации численного состава государственных и муниципальных служащих. Он отметил, что на 1 января 2015 года область была на 36 месте среди регионов по количеству чиновников на 10 тысяч населения. Предполагается, что уже на 1 января 2016 года Подмосковье выйдет в первую пятерку регионов с наименьшим количеством чиновников. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова выделила ключевые достижения в социальной сфере. Демографический прорыв. Впервые за 25 лет рождаемость превысила смертность. В этом году на 3400 детей у нас родилось больше, чем в прошлом году. И на 4500 человек мы сократили смертность. За счет чего нам удалось достичь таких результатов? Прежде всего, это модернизация сети здравоохранения. До конца года мы откроем 45 ФАПов, 12 консультационно-диагностических центров, еще 8 сердечно-сосудистых центров, 5 поликлиник. Помимо этого, мы ремонтируем объекты. 84 объекта у нас отремонтировано и в следующем году еще 216. И мы не только строим и ремонтируем уже существующие объекты, но мы оснащаем оборудованием наши медицинские учреждения, мы закупаем крупное оборудование, КТ, МРТ, рентгенаппараты и так далее. Заместитель председателя правительства Московской области Герман Ильянюшкин подвел итоги работы в сфере градостроительной политики и архитектуры. Важнейшая работа, может быть, пока и невидимая, в следующем году мы перейдем к публичным слушаниям, ведется по разработке генеральных планов. Мы проанализировали существующее положение, 286 генпланов должно быть разработано. И у нас выявлено, что утверждено по ПТ, хоть завтра выходи из строй, 112 миллионов квадратных метров жилья на 4 миллиона человек. Соответственно, никакой гармонизации, синхронизации с созданием рабочих мест ранее не велось. И это серьезный вызов перед Главным управлением архитектуры по созданию, по разработке и утверждению заплансированных генеральных планов. В 2015 году в регионе было построено 95 детских садов, введены в эксплуатацию 15 школ. В докладе также было отмечено, что в уходящем году было введено в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров жилья под переселение из аварийных домов. Это самый большой показатель в стране. Правительство Московской области приступило к формированию нового облика Подмосковья. Этот проект предполагает в том числе благоустройство главных улиц, городов и поселений, железнодорожных станций. Дмитрий Пестов доложил, что в 2015 году в Московской области было построено и модернизировано 62 котельные, 30 водозаборных узлов и станции обезжелезивания воды. В этом году все управляющие компании прошли процедуры лицензирования. В результате 170 управляющих компаний, к работе которых было большое количество нареканий со стороны жителей, лицензию не получили. Между основными участниками рынка оказания коммунальных услуг подписана хартия о сотрудничестве в сфере управления многоквартирных домов. Цель хартии – защита интересов жителей. Ее уже подписали управляющие компании, которые обслуживают 96% жилого фонда Подмосковья. Свой доклад на прошедшем заседании правительства представил также заместитель председателя министр транспорта Московской области Петр Иванов. Он подвел итоги проделанной в 2015 году работы в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры. Парк автобусов обновлен на 437 единиц. Новых автобусов ЛИАЗ, произведенных на территории Московской области, парк железнодорожных поездов, пригородных компаний, обновлен на 10 составов, произведенных на Демиховском машиностроительном заводе серии Д4М. В 2015 году на транспорте общего пользования внедрена безналичная система оплаты проезда. Всего с начала года реализовано более 1 миллиона единых транспортных карт. Доля поездок, оплаченных пассажирами по ЕТК, составила 54%. Также министр транспорта Московской области отметил, что в 2015 году проведен ремонт более полутора тысяч объектов дорожного хозяйства. Построено 26 въездных стел. Губернатор в целом положительно оценил представленные результаты проделанной в 2015 году работы и подчеркнул необходимость продолжения системной работы, направленной на обеспечение устойчивого развития Московской области.